Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Хочется сразу сказать, что речь идёт о классической созависимости. И созависимости, к сожалению, не та история, которая появляется неоткуда, появляется только в этой ситуации. Созависимость этой истории, которая развивается довольно долго, и, скорее всего, вы были в этом состоянии, в состоянии, которое вы описываете ещё до брака, и совершенно точно до рождения ребёнка. Итак, не могу простить мужа. Ну, в истории значат, что вы не можете принять его поведение. Вы либо сможете принять его поведение, когда проживёте обиды свои, либо нет. Здесь всё зависит от вас. С мужем вместе два года. Проднакомились через пять месяцев в специальность. Я сразу забеременел, он не хотел ребёнка, я очень хотел, всё-таки 30 лет. Ну, вот что здесь. Здесь у нас идёт фиксация на ребёнка. То есть, ребёнок — это центральная тема. Когда в паре центральная тема ребёнок, мы имеем проседание личностного взаимодействия. Мы имеем проседание общего фундамента. Мы имеем проседание общих интересов. Мы имеем проседание взаимоуважения. Мы имеем проседание... Такого ценностного взаимодействия друг друга. Вот. Вы скажите, вот что у вас с мужем общего? Что между вами общего и что вас объединяет и связывает? Потому что мне показалось, что ваши отношения развивались довольно быстро. У вас, к тому же, ещё и страх перед возрастом, комплексом, что вы хотели ребёнка только потому, что вам 30 лет. Вы пишите, всё было хорошо где-то до... Где-то со второго триместра беременности он стал вести себя отразительно. Ну вот, во-первых, что значит «всё хорошо» было, да? Ну то есть буквально «всё хорошо» — это как? Вот. А потом вы пишите, он стал себя отразительно, но вести его устраивал, просто не виноватся ему условия, а оскорбал, постоянно ревновал и обвинял в немых изменах. Ну о чём это говорить? Это говорит да о том, что человек себя долго сдерживал. Это говорит да о том, что человека вы не видели. Реального человека. Что вы видели некий образ человека. Что пять месяцев — это очень мало, чтобы узнать человека. Вот. Как-то так. Ну вы же торопились. Далее ещё до того, что поднимал диван, искал немного любовника. На мой день на родине закрылся квартиры, не открывал, пока МЧС не вызвал, опугал своим поведением, так как я была беременна и сохраняла спокойствие, как могла. Вот. Ну то есть тут вот у вас получается... что у вас получается довольно серьёзный вызов. То есть вызов — это ребёнок. А отношения недостаточно зрелые. Чтобы на этот вызов ответить. И вуаля. Получается такая история. Почему не ушёл, я не знаю, я на сквичке, квартира есть, и у мамы, и у бабушки, и у дедушки, я просто был в шоке от всего происходящего, и не верил, что со мной такое могло произойти. То есть беременность была долгожданной, и всё равно очень ждали малышку. Ну, опять же, продолжается цифрация на ребёнке, вот, такое ощущение, что ребёнок прям какую-то функцию выполняет здесь. Хотя, на самом деле, никакой функции не выполняет ребёнок, вот, и вы пишете, что вот, я не знаю, почему не ушла, боялись, одиночество боялись, неопределённость, вот. Пусть это будет, без, может, вы сами об этом пишете дальше. После роликов у меня учёл страх за себя за малышку, в первом месяце перед крещением малышка он припёрся под утро в непопребном виде, и у меня просто снесло крещу, я начала его прогонять, оставлять, побило его, он даже заплакал. Ну, это ещё одно проявление, с одной стороны, не зрелых отношений, с другой стороны, это проявление того, что вы себя подавляли, подавляли, теперь вот, дали себе волю. То есть, если раньше вы были в детской позиции, в позиции жертвы, сейчас вы переместились в позицию агрессора. Вот, это треугольник Карпмана, изучите, в интернете он есть. После этого всё, я полностью потерял, полное уважение, после этого я полностью потерял уважение к нему. Ну, я думаю, что уважения не было до этого, потому что уважение не теряется после какого-то одного конкретного случая. Уважение не теряется. Если это зрелые отношения, конечно. Как ни странно, я ревность, тут вот не очень понял, что вы имеете в виду, как ни странно, я ревностью закончилась после этого. Неадекват, продолжался ещё, через пару месяцев он устроил шоу, на пустом месте с истериками, что он умирает. Опять непонятно из-за чего, я не выдержал, я вызвала скорую, они вызвали нарколог, его забрали, через три дня я его забрала оттуда. Вы пишите сплошняком, поэтому довольно-таки сложно здесь ловить вашу мысль. Значит, вы вызвали скорую, через три дня вы его забрали. Так у вас муж, получается, употреблять алкоголем или что? Откуда у него бред ревности? Дальше, после этого мы ушли жить к моей маме, она раскаивалась, говорила, что так больше не будет, но в принципе да, его ревность, если их прекратили, я даже начала оттаивать к нему. А что это, что имеется в виду оттаивать? Вот можете мне объяснить, что значит оттаивать? Вот оттаивать это как? То есть, когда человек ведет себя так, как нужно вам, да, вы оттаиваете, когда человек не ведет себя так, как нужно вам, вы к нему претензии предъявляете. Да, есть в принципе созависимые отношения. Когда, чтобы не было хорошо, ты должен вести себя определенным образом. Ну, это созависимо. Что есть оттаивать? Вот вы раскроете это, ну, раскроете содержание этого слова. На протяжении этого года он мне постоянно врал, врал во всем, я вроде бы только ему начинал верить, он опять врал и так делал на протяжении года. Здесь снова вы демонстрируете созависимость, потому что не надо верить кому-то, в первую очередь нужно верить в себе. И опираться на себя. Знаете, эта штука. Это тоже показатель того, что ваши отношения с мужем незрелые и то, что вы явно спешили. Вот. А доверие ваше, это доверие кому-то. То есть, вот ты будешь делать, как я тебя жду и все будет хорошо. Ну, а если я не буду делать, как ты ждешь, все будет плохо. Вот. Дальше. Это просто абсурд. Я говорю, к примеру, что не пойдет и не сделает что-то точно. Потом, в точности, наоборот, делал. И верный клялся, падал на колени, говорил, что не делал. Это просто какое-то издевательство было целый год. Ну, вообще, есть ощущение, что мужчина реагирует на что-то у вас. То есть, ощущение, что в ваших отношениях есть какой-то элемент, который так на него влияет. Потому что вести себя он начал так именно в браке с вами. Могу предположить, конечно, что это реакция на вашу родительскую позицию и на контроль. Но это не точно. Тут нужно вас направить. И вот сейчас я осознала, что он все это лучше, убил окончательно что-то вам нет. Никто ничего убить в другом человеке. Человек в человеке не может, если вы так говорите, что он убил вас. Это значит, что чувства изменились у вас. Он здесь ни при чем. Вы перекладываете ответственность на другого. Здесь. Дальше. Я просто постоянно ору на него. У меня все развращается в нем. Я не верю ни одного мима слова. Не могу на него положиться. Ну, положиться на него, увы, и не должны на него полагаться. Что касается крика, то это агрессия и тревога, которой вы таким образом справляетесь. Но с которой, тем не менее, вы ничего не делаете. Вы просто на него как бы это все сливаете. Но не более того. Я не понимаю, зачем он убил меня и наш брак с всем своим поведением. Это перекладывание ответственности. Отношение с трудом у человека. С вашей стороны есть точно такой же вклад в то, что происходит, что если его 50 на 50. Вам нужно увидеть свой вклад. Вот. И меняться. Изменить свой. Изменится ваш муж. Почему не захотел счастья? Что скорее не так. Почему он не взял ответственность за мое счастье? Именно. Человек и не должен. Почему он так себя не любит и не уважает, что так себя вел? Это вопрос касается третьего лица. Психологи не дают комментариев по поводу третьих лиц. Как не бросить даже не его, а себя за то, что я позволил себе себе это терпеть? Терпеть. Признать те чувства, которыми я его руководствовала. Признать то, что вы не идеальны. Так же, как ваш муж, что вы совершаете ошибки. Все равно в душе мне как-то пусто без него будет. И кто... И кто... Он же отец ребенка и малышку он любит. И что? Он может общаться с ребенком абсолютно спокойно. Для этого не обязательно жить вместе. Скамбелы и крики для ребенка разрушительны. Что касается того, что вам будет пусто без него, это больше про созависимость. А не про любовь, не про чувства. Как общаться с этим человеком дальше? Как общаться с тобой что? Общайтесь пока что про ребенка. Вот. Вы займитесь психотерапией. Вот. Через полгодика, годик регулярной терапии вы сможете решить, что вы хотите с этим человеком дальше и хотите ли. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Е Hi Hoia World Подпишись субтитры ble爆 camera. Моя небеса – это вам вскалmir таближ!" Здесь вперёд по думаю вам…